Звезда И смотрит будто бы кино Всю жизнь твою в проеме окон И видит детскую печаль И видит взрослую надежду И луч коснется невзначай Твоей изношенной одежды И все надежды не напрасны Пока она глядит сюда Смешная, глупая Кто дежурный? Котлы мыть! Орлова дежурный Орлова! На кухню котлы мыть! У нее рука болит, а за нее Элька Найденова обещала одежурить Элька! Опять Элька дурочка наша! Вон как заливается Как будто бы не в детдоме живет А где-то на небесах Да, трудно и будет Но голос-то какой! Так он-то ее и погубит А может наоборот В небеса и унесет Ой, так и я о том же Среди людей, среди идей Домов, дворцов и тесных комнат Она найдет тебя везде Стой! 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 Что ты удумала-то, а? Мамочка золотая моя, пожалуйста, отпустите меня Там телеконкурс приглашает всех, кто любит и умеет петь Только любителей! Я пройду, я знаю, я уже взрослая! Взрослая? А в голове только мечты петь в телевизоре! Да ты знаешь, кто сейчас на этих конкурсах поет? Дети богатых, родители! Вы простите глупости из головы! Если не глупости, мамочка! Там каждый может стать звездой! Ну, ну я ведь все равно уеду! Ну, простите меня! Глупая ты! Звезда! Как же ты там? Отпускаете! Ты же, ты же у меня совсем не приспособлена, девочка моя! Спасибо, мамочка! Девочка! Ой, господи, забыла! Забыла же! Вот! На вот, да? Спасибо! Все, посмотри, поаккуратней там, ладно? Поаккуратней! Никому не доверяй! Рассчитывай только на себя! Спасибо! Поосторожней! У тебя все получится! Ты хорошо поешь! У тебя такая прикольная коксичка! Маша, чего здесь? Маша, да! Стой, Маша! Эй! Эй! Маша, иди сюда! Посмотри, как ты прикольно танцуешь! Йоу! Раз, два, три, четыре! Ну давай, давай, щевелись уже, быстрее! Конкурсанты! Номера с 936 по 940 за мной на комиссию! Следующая пятерка! Приготовились! Повторяю, поодиночке никто прослушиваться не будет! Одна песня на пятерых! Если кто-то не договорился между собой, просьба не входить! Оль, слушай, мы желаем счастья вам! Ещё не хватало желать кому-то счастья без нас! Мы будем петь две звезды! Тоже хорошая песня и, кстати, всем подойдёт! Ну, как по мне, про счастье лучше! Про счастье будут петь вон те! Ну да, а про звёзды вон те! Так что с этого? А то, что счастье поют до нас, а звёзды как раз после нас! Ты на номера смотри, а не на ноги! Есть логика в её словах! А то! Одну группу, считай, нейтрализовали! Ну, так нехорошо как-то, вроде подстроено получается! Ребят, так я же злом не знаю про две звезды! Не хочешь петь, не пей! Так, кто за две звезды? А ты записывай! Девятьсот сорок первая, девятьсот сорок вторая остаются! Остальные свободны! А вы по куплету, на своё усмотрение! Что ты, милый мой, не весел, что тебе не нравится! Что ты голову повесил, я ли не красавица! Что ты близко не подходишь, не мычишь, не телишься! Хороводы-хороводишь, а на мне не женишься! Хороводы-хороводишь, а на мне не женишься! Неплохо! Но зачем тебе столько штукатурки? Твои-то годы, а! Тебе чего, зайка? Я про ту девочку! Это ты о чём? Ну, ту, которую забраковали! Я не поняла, а тебе какое дело? Просто она не успела слова выучить, вот и не спелась! Может, вы её тоже послушайте ещё разок? Ничего себе! Просьбочка, а! А почему ты считаешь, что тебя уже приняли? Или что не отчислят через два дня, а возьмут её вместо тебя? Ну, так же будет справедливо! Да и кроме того, я всё равно буду петь, у меня этого никто не отнимет! Да, сейчас таких редко можно встретить! Ты откуда свалилась, а? Я из детдома, мы там все такие, почти! Ладно, ладно, мы тебя зачисляем за твоё пение! Спасибо! Ну и глупы больше не будь! Про подружку свою забудь! Это бизнес! Думай всегда о себе! Ну, а Бог о нас обо всех подумает! Валя, возьми девочек и в автобус! Рассели их в резиденции! Спасибо! Спасибо! И зови следующих! Ты мое бельё особо не выкручивай! Тебе трусики дорого стоят! Не с теми ты кофе пьёшь, вот что я тебе скажу! Вот я с Аликом познакомилась, фотошопером нашим! Так мои фотографии хоть сейчас на обложку! А я думала, у вас любовь! Ну, одно другому не мешает! Вот тебя он тоже снимал, да не так, как меня! Слушай, а ты же мне обещала макияжу научить! Во-первых, не макияж, а мейкап! А во-вторых, ты еще не достирала наше белье, то есть не оплатила обучение! Ой! Ирачка! Можно к тебе? Минутку, милый, я не одета! Спасибо! Да, сцен движения у нас еще целый час! Не будет у меня уже никакого ни сцен движения, ни вокала! Отпели меня! Так, результаты предварительного... Будут только через три дня! Слушай, я тут залез на сайт Орг Комиков, там для первого концерта они уже отобрали дюжину! И двадцать человек отсели очень тайным голосованием! А я? А ты остаешься! И Элька, кстати, тоже! Элька! Слышь, у тебя третье место в рейтинге! А у меня? А у тебя восьмое! Элька, выходи, отметим! Ирка, дай мне, пожалуйста, костюмчик! Спасибо! Барам! Фу, Ирка! Ну здесь же курить нельзя! У тебя ж такой праздник, третье место! На него все испишем! Логично, мне все равно здесь не жить! Ну, девчонки! Спасибо! За ваш успех! Эльчка-то не могла бы нас оставить вдвоем? Я обязательно буду на сцене движения! Да, конечно! Извините! Элька! Элька! А! У меня же твои фотографии! Да? Я тебе потом вышлю! Кое-что неплохо получилось! Да, спасибо! Так, хорошо! Покрупнее, покрупнее, Сереженька, покрупнее! По каждому крупнички! На отдельные файлы! Замечательно! Неплохо! Что у нас там? Какие сводки по последнему концерту? Пожалуйста! Да, как вот это у нас из детдома? Ну, почти вровень! Далее общая группа и небольшой отрыв у Иры Тумановой! А чего у нас пишут о конкурсе, хорошего или плохого? Очень много позитивного на Туманову! И пропорционально столько же негатива на лидеров! Ну, понятно! Мы видим, что лидер определился с огромным отрывом! Это Элеонора Найденова! На втором месте Ира Туманова! Мы с тобой! Тот же девушки живут в одной комнате на втором виду на ромах! Но не менее интересна судьба пятёрки, которая покинет арену буквально завтра! Прошу отметить, что интернет-волосование подтверждает телефонами! Ребята, ты моя хорошая! У нас ещё ждёт финальный концерт! Ровно через неделю! Да, милый! Слушай, нам надо что-то придумать, чтобы детдом завалить! Что ж жалко, а приз тебе не жалко! Вернее, свою половину! Слушай, у тебя же есть её фотографии! И в спортзале, и наше общее, где мы все вместе! В интернете полно порносайтов! У тебя фотошоп! В чём проблема-то? Где же я тебе её голову-то возьму, а? Слушай, всё, она идёт! Давай, пока! Ирка! Опять ты тут накурила? Только этого нам и не хватало! Что скажут спонсоры? А скажут, что вкладывать капитал в публичный дом — это не благотворительность! И уж вовсе не реклама, и не пиар! Кто бы мог подумать, а? Ах, в тихом омуте, господа, в тихом омуте! А где ещё могут быть эти снимки, а? Я вам сто раз говорил, на заштатном парносайте их нам прислал доброход-любитель! Значит так, в служебных сетях их не смотрят! Сисадмин не позволит! Да, но в любой момент любая газетёнка раздует из этого такое! Доброе утро! А вот и... Вряд ли оно доброе, вряд ли! Мда! Это ты! Я... Я не понимаю! Это не я! Это не я! Поздно! Слишком поздно! Итак, пока ты звезда конкурса, эти порноэтюды будет мусолить вся жёлтая пресса! Это тебе понятно! Ну я же ни в чём не виновата! Да даже если ты права, мы уже не оправдаемся! Пока ты — лицо конкурса! Слушай, единственный выход, если она добровольно покинет Звёздные войны! Как же! Итак, через пятнадцать минут пресс-релиз мне на подпись! А мотивация ухода сорвала голос! А мне-то как дальше вот с этим жить? Погодите, ну можно же блокировать фотосессию! Можно! Поставьте задачу программистам, свяжитесь с этим доброхотом! В общем, давайте, давайте, работайте! Да! Пойдём, девочка! Тихонечко соберём чемоданы и на вокзал! Да! А я тебя по телеку видела! Классно пела! Спасибо, мне тоже нравилось. Что, выдавила из столицы? Угу. Если что, могу трудоустроить. Классная помада. Профессиональная. Нам на конкурсе выдали. А я не вернула. Бутылочка понравилась. На, вот возьми. Что, насовсем? Она мне больше не нужна. Ну, спасибо. Ты, если надумаешь к нам, приходи. Я тут всегда. Да? Ну, я немножко задержалась, да, в аптечном управлении. Скоро буду. В клинике всё в порядке? Обход закончен. А ну, стой! Стой, я тебе говорю! Стой! Спасибо тебе большое. Спасибо. Да не за что. Это ж надо. Блин! Ну что, как? Ногу подвернула, что ли? Сумку украли. В сумке всё было, билет, в сумке были деньги. Беги в милицию. Да толку-то! Они всё равно сумку не найдут. Таких тут сотни. Тоже правда. Господи. Послушай, а ты откуда, а? С конкурса музыкального. Что, проиграла? На, позвони родителям. Нет у меня родителей. Я из интерната. Ну и куда ты теперь? В проститутке. Тебя как зовут? Эля. А я Марья Ивановна. Знаешь что, а идём-ка ты в клинику ко мне нянечкой. Я там старшей медсестрой работаю. У меня как раз одна уволилась. Они все столичные такие переборчивые. А у меня тяжёлый больной. Характер у него нелёгкий. Крыша над головой, питание. Успокоишься, подзаработаешь чуть-чуть. Серьёзно? Вполне. Идём. Давайте я вам в сумку помогу. Давай, заодно охранять будешь. Идём. Давай, ешь. Спасибо. Кормят у вас отменно. Не жалуемся. Значит так, в принципе, всё очень просто. Прибрать, убрать, принести, унести, помыть пол. А вот самая большая проблема — это сам больной. Он так плох? Да осталось ему месяца два максимум. Бедненький. Ты только не вздумай ему это сказать, а? А он сам не знает? Давай договоримся так. Здесь никому дурных вопросов не задавать. Угу. Вот, держи. Это — должностная инструкция. Выучишь на память, я потом проверю. Ой, память у меня отменная. Я столько стихов знаю, песен. Хотите, я вам спою? Думаю, что тебе это здесь не пригодится. Потому что твой пациент совершенно неромантичный человек. Олигарх, деловар. Для него все люди либо конкуренты, либо вот как мы — обслуживающий персонал. Пациент самый главный. Всё, что не потребует, выполняй. А если он что-нибудь нехорошее потребует? Не потребует. Он бизнесмен и знает законы, а вот ты знай своё место. Здесь тебе небюджетная больница. Ещё раз повторяю — пациент самый главный. Угу. А почему? Да потому что деньги большие платят. А-а. И на таких держится наша клиника. Да, ещё одно. Единственный человек, с кем он разговаривает на равных — это его личный лечащий врач, Владимир Иваныч. Как только он зайдёт, ты сразу выходишь. Поняла. Ничего ты не поняла. Вот зайдёшь в палату — тогда поймёшь. Ой. Нет-нет-нет. Уважаемый Яков Владимирович. Угу. Нет, об этом разговора быть не может. Малейшая задержка с проплатой будет означать для вашей компании суд и арест всех ваших счетов. Помилуйте, разве это угроза? Это обычная процедура смены собственника. О, милейшие, не читаете вы наших газет. Они уже который год пишут о беспрецедентном росте национального лавового дохода и таком же росте бедности. Слухи о моей болезни преувеличены. Так что не рассчитывайте. Откуда с работы звоню? Посмотрите на определитель номер. Милочка, открой окно. Угу. Это я не вам. Это секретарша. Да, совсем забыл сказать. Мои юристы уже подали документы в антимонопольный комитет о нарушении вашей компании принципов добросовестной конкуренции. И в арбитражный суд также. Комиссия по ценным бумагам на нашей стороне. Ничем не могу помочь. Работайте над собой. Кстати, у меня на компьютере высветился аудит. Зачитать фрагменты? Ну, как знаете. Я Эля. Не начинайте с этого местоимения, оно здесь неуместно. Угу. Меня зовут Эля. Уже лучше. Меня назначили санитаркой в вашу палату. В общем, я... Раньше это называлось нянечкой. А, да, и наказали с вами не спорить. Я ваша нянечка, господин больной. Не называйте меня больным. Тем более с таким социальным артиклем. Я клиент вашей фирмы. И в следующий раз без стука не входить. Как скажете, Эдуард Романович, так и будет. Закройте окно. Нет, все-таки лучше оставьте немножечко открытым. Так? Чуть меньше. Так? Да, сейчас. Эй, как там тебя? Выйди, в общем и целом. Эээ, меня зовут Эля, но по инструкции я обязана... Я два раза не повторяю. Угу. Сейчас, минуточку, подожди. Я седала. Я седала, я пока. До свидания. Я живу здесь. Так. А я седую. Эээ. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасьте. Здравствуйте, минуточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я новенькая. Привет, новенькая, я Маша. Ой, старшая Маша и вы Маша, а я Эля. Старшая не Маша, старшая Марья Ивановна. А ты новая сиделка Эдуард Романовича. Да скорее служанка. Выгнал уже. Угу. Это цветы из его палаты. Да, там вообще цветов, как тут таблеток. Верни, немедленно, и так, чтобы он не заметил. Да зачем ему столько? А в ординаторской один букет, а радость всем. Здесь можно что-то взять, только если подарят. А этот Эдуард Романович редкостный жлоб. Помешан на своей частной собственности. Цветочка не подарит, верни. Да он и не заметит, а у этих цветов десятка полтора, если не больше. Новенькая, ты просто не знаешь, с кем ты дело имеешь. Другой бы не заметил. А этот заметит, и случится это рано утром. Да что, он так цветы любит? О, да. Любовь Эдуард Романович. Несовместимые вещи. Он утром по цветам определяет, как к нему конкретный даритель относится. Если до утра цветы достояли, может, и нормально. Если завяли, харакири дарителю. Утренний обход такой. А я это, кстати, поняла, когда у него сиделка заменяла. Они у него тоже долго не задерживаются. Да я ночью поставлю. Верни-верни, а сейчас спрячь. В тумбочку вот туда поставь. Не хватало мне еще здесь неприятностей. А тебе помочь? Хочешь мне помочь? Угу. Эдуарда Романовича укол за меня сделаешь? Здрасте. Здрасте. Здравствуйте, Герман. Ну, все, можешь до вечера никуда не торопиться. До ужина так точно. К твоему посетитель. А кто он? А это Герман, шеф его службы безопасности. Кажется, единственный друг Эдички. Ну, по крайней мере, когда одна из твоих предшественниц к ним зашла, во время того, как они уединились, такой скандал разразился. Без стука. И я тебя люблю. Но лучше без омекашенства. Я вот тебя уже который день не кормлю. Специально. А ты все равно меня любишь. Любит, любит. А по всей собачьей логике должна любить Германа, Германа. А тебя любит. О, у нас с ней дело вы... А и, точнее сказать, служебные отношения. Я ей еду, прогулочку. А она мне послушание. Телевизор вместе смотрим. Тоскует она без тебя. Тоскует. Да. А бывает, залезть на кресло. В окно смотрит. И начинать подвывать. Такое бывает. Приятно слышать. А кто еще будет грустить, когда меня не будет? Это что ли? Видишь, какие шикарные магнолии. От Милочки. Хотел я и от нее ребенка. А она борт сделала. Готовилась к другой жизни. Без меня. Сука. Ой, прости, Саня. Красные розы, красные розы, Танечка. Не надейся, Танечка, не будет тебя в завещании. За интимы услуги я рассчитался, а женой ты мне так и не стал. Хотя, может быть, и не за что меня любить. Вам, собакам, проще без товарно-денежных отношений. Искренне вы, ребята. А помнишь, как в тебя был платонически влюблен батон? Ну, он с такими ушами. С глазами поэта, да. Все морда тебя облизывала. Ах ты. С глазами поэта, да. Почему, Бестука? Там же написано, не беспокоить. Ой, простите, пожалуйста, Эдуард Романович, просто... Я же по расписанию ужин привезла, а там не по-нашему было, я не поняла. Ой, а что это у вас такое? Ой, пёсик такой. Ой, какой хорошенький у вас пёсик. Сидеть, сидеть, сидеть. Ну, все, оставьте, идите, я вас позову. И будьте добры, принесите тряпку, я здесь сок разлил. Да вы не переживайте, я все равно пол скоро буду мыть, я по инструкции каждый день должна... Ну, все, идите уже. И, между прочим, по инструкции, собака ваша и вот это вот всё, что вы здесь творите, недопустимо. Я, как санитарка, такой антисанитарии допустить не могу, поэтому я иду звать Владимира Ивановича, вашего лечащего врача. Он, между прочим, сегодня дежурный. Э-э-э, подожди, как там тебя, Эля, Элечка? Что? А вот этого как раз не надо. Надо, больной. Надо. Хорошо, давайте поговорим, как деловые люди. Не надо к Владимиру Ивановичу. Я вас за это не уволю, дня два. Здесь больше никто не задерживался. А нам, пролетариям, нечего терять, кроме своих цепей. Хорошо, неделю. Две недели. Хорошо, милочка. Как скажешь, так и будет. Может быть, тебе денежек дать? Я работаю на клинику, а не на вас. Корпоративная верность, такая редкость сегодня в наше время. Хорошо, ужин можете забрать себе. Вам ведь на кухне запрещают кушать, да? А? Нет? Запрещают. Ну вот, видите, как хорошо. Да. Ну все, забирай ее. Соскучился, соскучился. Ничего, ничего. Я полотенчиком вытру. Так собака еще и нагадила в клинике? Ну, извините. Так получилось, знаешь, нервничала собака, волновалась без меня. Все-таки два одиночества. Я, конечно, тоже собак люблю и понимаю, что голод не тетка, но вот это ваше безобразие просто недопустимо. Месяц, не меньше. И то я подумаю еще. Ну что, друзья мои хорошие, насмотрелись? Здесь от найденного только одно лицо, одна голова, собственно говоря. Остальное фотомонтаж. Это видно. Мои компьютерщики за пять минут, за пять минут разгадали, что снималось это все с мобильного телефона. Причем в ее ванной комнате. Кто? Ну как кто? Догадайся с одного раза. Конечно, соседка. Если взять ее мобильник, то по мобильнику по экспертизе можно понять, что снимала она. Ну пойми, у нас не было другого выхода. Мы бы не отмылись, ты же знаешь. Верят только первой информации. Так правильно. Вы бы взяли инициативу в свои руки и первую информацию о скандале сделали бы вы. А вы что сделали? Вы пошли на поводу у шантажистов. Ну поторопились слегка. Ай-яй-яй. Ну как это поторопились? Да и спасать поздно. Ничего не поздно. Никогда ничего поздно не бывает. Значит так, вызываем соседку, вызываем соседку, дескать, на допрос. Ну типа знаем, что с твоего мобильника производилась вот такая вот такая история, да? А сами в это время тихо-тихо ищем Найдёнову, ясно? Ясно? Ясно. Да ясно, ясно. Ясно. Спит. Ой, не такой еще наснится от этих уколов. Пусть работает. Ой, я думала, вы спите. Я к трем часам всегда просыпаюсь. Воспоминания мучают. А телевизор он как-то отвлекает от этих мрачных мыслей. Ну так не вспоминайте просто. Когда впереди уже ничего нет, остаются одни воспоминания. Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он называется жизнь Я тоже иногда вспоминаю Какие у тебя могут быть воспоминания? В твои-то годы. Ну, есть немножко. Итак, главная новость нашей конкурсной недели. Вы была основная претендентка на победу Элеонора Найдёнова. Да, как нам сообщили в оргкомитете по состоянию здоровья. Таким образом у нас определился новый лидер. Знакома моя все лица. Тебя пока забыли. Что-то не похоже. Что ты больна. Вот так вышло. Голову сорвала и... Все. Вот вы мне лучше расскажите, Эдуард Романович. Вы такой богатый человек, что могли бы всю эту клинику купить, а своего лечащего врача боитесь. Я не боюсь, это комплекс отличника. Я всегда должен быть прав. Или знать, что я прав. Как-то вечером Владимир Иванович задержался в клинике, ну, по каким-то там причинам и заглянул ко мне. А у меня в этот момент был один очень важный посетитель. Так он так развирепел. Я понял, он прав, а я нет. И я сказал себе, чтобы этого больше никогда не было. А я очень дорожу своим словом. И не могу быть неправым. Но вы же были еще неправы. Да, не выдержал. Но это же собака. Она же без меня ничего не ела. Чуть не подохла. А это поважнее, чем антисанитария антисанитария в собственном номере. Друг-то единственный. Да ну, а жена, а дети? Жен было много. А сын один. А как зовут сына? Роман. Ну, а что же вы с Романом не поговорите? А то с собакой... Он со мной не разговаривает. С тех пор, как я оставил их с мамой уже семь лет. Каждый месяц посылаю им деньги и каждый месяц получаю их обратно. Ну, а просто позвонить? Они кладут трубку, как только услышат. В конце концов, я перестал вообще звонить. Отдайте мне, пожалуйста, телефон. Зачем? Позвонить. Какой у Романа номер? Три часа ночи. А 010203 круглосуточная помощь. Ну, не вы уж, в конце концов, будете звонить. Ну, голос сына услышать хотите? Как его по отчеству? Ой. Вопрос, вопрос, конечно, интересный. 326... 8-7... 16. Угу. Алло. А, Роман Эдуардович, это звонят из больницы. К нам только что привезли больного в очень тяжелом состоянии. Его телохранитель сказал, что вы с мамой его единственные наследники. Мне не нужно его наследство. Маме тем более. Нашу часть пусть отправят сразу да куда угодно. Фонд там какой-нибудь, помощи пострадавшим от чего-нибудь. А, вы... Роман Эдуардович, позовите, пожалуйста, к телефону свою маму. Её нет. Она уехала в другую страну. Навсегда. На ПМЖ. И перед отъездом просила не беспокоить. И вообще, у него куча других жен. А, Роман Эдуардович, подождите, не кладите трубку. Ситуация критическая. И... И здесь не до старых обид. Это же, в конце концов, ваш папа. У меня нет отца. Вы ошиблись с номером. Больше по этому номеру не звоните. Это как-то... Неправильно. У нас в интернате... Господи, так же не бывает. Как мало времени осталось. Как мало. Уберите. Эти цветы к чёртовой матери. Не номера могилы. Я уберу. Обязательно уберу. Утром здесь всё будет по-другому. Куда вы, Эдуард Романович? Вам нельзя ещё ходить. Мне уже нельзя ходить. Я хочу умыться. Я принесу вам воды. Прилягте, пожалуйста. Помогите мне дойти до ванны. Света, эдуард Романович. Окей. Уберите. Простите вы, пожалуйста. Пошли этому человеку прощение. Пошли ему время, чтобы искупить свои грехи. Эдуард Романович! Эдуард Романович! Боже мой! Эдуард Романович, подождите, я сейчас в врача дежурного. Эдуард Романович, Эдуард Романович, Эдуард Романович, только не умирайте сегодня, я позвони Владимиру Ивановичу. Пожалуйста. Не надо. Не надо, Владимир Иванович. Я не хочу в реанимацию. Я просто полежу так. Сегодня я не умру. На такое какие дела довести до конца, а потом уже идти на заслуженный отдых. сегодня не умру, я знаю. Помогите мне до постели добраться. Давайте. Осторожненько. Теперь я понимаю, каково моей собаке, когда я помогаю ей куда-нибудь забраться. А мы будем с вашей собакой теперь гулять в парке каждый день. Я возьму каталку и будем гулять. Служба охраны не позволит. Одно покушение, вернее, попытка покушения в этой клинике на меня уже была. А с нами будет ваш Герман. Он же собаку приносит. Вот он и запретил. Это его сфера ответственности. А почему вас хотят убить? Есть за что. Ну, во-первых, поскольку я очень тороплюсь. Я резок в своих решениях, а многим это не нравится. Они тоже, в свою очередь, торопятся. Во-вторых, долги. Я собираю долги. Я не люблю, когда на мне наживаются. А потом я просто не хочу, чтобы кто-то радовался моей смерти. Но вовсе ведь не обязательно, что на вас должны совершить покушение. Конечно, не обязательно. Но Герман считает, лучше перебдеть, чем недобдеть. И тут он прав. Лентяй, аж Герман сачок. Ничего, мы с ним компромисс найдем. Есть одна медсестра, она с ним точно договорится. Все, решено. С завтрашнего дня мы гуляем в парке. Давайте сейчас выпьем таблеточку. Не надо таблеток. Лучше спой. Хватит врать-то, что у тебя потери голоса. То не ветер ветку клонит, Не дубровушка шумит, То моё, моё сердечко стонет, Как осиный лист дрожит. Извела меня кручина Под колодная змея. Ты, гори, гори, моя лучина, Да, горю с тобой я. Да, кстати, Элька, Я сегодня случайно подслушала разговор Владимира Ивановича С каким-то академиком. Они насчет Эдуарда Романовича говорили. Так ты знаешь, Пересмотрели прежние прогнозы И даже курс лечения собрались сегодня изменить. Глядишь, поживет еще старик. Слушай, А чего это я его стариком называю? Ведь они с Германом одногодки. Так, Герман, я тебе скажу еще. Ого-го. Ничего себе, мужчинка. Как тебе сказать? Лишние проблемы. Мне замуж рано, А ему жениться поздно. Вот так можно сказать. Да, кофе допиваю и бегу. Да, я чуть задержалась. Сейчас я скоро буду уже. Разрешите, юная леди? Да, пожалуйста, Здесь вполне демократичное заведение. Я вас узнал, сударыня. Эти глаза невозможно забыть. Вы работаете в соседней частной клинике. А вы у нас лежали? Нет, что вы, к счастью, не лежал. Я просто приходил проведать Одного своего... Одного вашего пациента, Своего знакомого. Но меня не пустили. А к кому же вы приходили? К Эдику. Эдуарду Романовичу. Вы только что говорили по телефону о нем. Мы с ним партнеры. Нужно было обсудить один проект. Не телефонный разговор. К Эдуарду Романовичу? Да. Ясно. Тогда вас не пустят. До 16-ти так точно. Угу. У него там, знаете, процедуры, Потом прогулка в парке с собакой, Что там, обед, Потом капельница у него. Угу. Простите, а когда освобождаетесь вы? Ну, я вообще-то сразу после процедур. Но я собиралась в библиотеку. Я в институт поступаю. Замечательно. У меня превосходная библиотека. На яхте. Так вы олигарх? Тоже, как Эдуард Романович? Ну нет, что вы. Я простой смертный хозяин Туристической компании. Принимаю, отправляю клиентов. Вот завтра в полдень Должен быть в Бангкоке. Кстати, А это приглашение? За мой счет, разумеется. Куда, в Бангкок? Совершенно верно, в Бангкок. Вы серьезно? Абсолютно серьезно. Такая очаровательная леди, как вы, просто скрасит мой уикенд. Соглашайтесь. Но у меня вообще-то есть три дня выходных? Договорились. Значит так, через час я буду в вашей клинике. Переговоры с Эриком займут ну минут пять, не больше. А потом я приглашаю вас вечером в ресторан. Там мы сможем обсудить все условия нашего отдыха. Договорились? Да, я уже, я уже на месте. К сожалению, ну вы знаете, как всегда, мне пора уходить. Извините, я не смогу вас проводить. Мне здесь назначен бизнес-ланч. Конечно, конечно. Бизнес есть бизнес. Работа для мужчины. Меня зовут Маша. Очень приятно меня, Роберт. Кстати, редкое имя. Машенька, курточку вы забыли. Спасибо. Спешу. Маша, Маша, радость наша. Мячик, Сани. Пошел. Пошел. Очень эффективно так продышать все. Еще вот тоже очень логически удобно. Сани, дай мячик, дай мне мячик. Дай мне мячик принеси, мячик. Ищи мячик, ищи мячик. Мне тоже так делать. Да, и вот еще попробуйте, очень удобно вот так. Ага. И вверх-вниз тоже. Стрельникова она чему учит? Чтобы не обороняться от болезни, а атаковать ее. Все певцы и актеры делают эту гимнастику. Посмотрите, как они роскошно выглядят. Потому что дыхание — это первое дело. Вы попробуйте так. Так? Ага, ага. Вообще, знаете, Эдуард Романович, пение очень полезно для здоровья. Для моего здоровья, может быть, и полезно. Но вот для здоровья слушателей сомневаюсь. Зато вы актер хороший. Говорить гадости и при этом улыбаться, как будто говорите что-то вроде комплимента. Я бы так не смогла. Это бизнес, а бизнес — это игра. Если я улыбаюсь, собеседник автоматом отвечает тем же. Да, становится понятливее, доброжелательнее, если хочешь. Но собеседник же вас не видел, разговор же был по телефону. Ну какая разница? Тут же ничего не меняется. Вот стоит только приподнять уголки. Гупое все, настроение улучшается у тебя. И у собеседника, естественно, тоже. Я знаю женщину, блестящая и остра, как лезвие эмеретинской шашки. Она уклончива, капризна и пестра, как легкий крап от карточной рубашки. В ней страсть изменчива, привязанность редка. И ничего и не уклончивая, и не изменчивая. Роберт, вы где? В пяти минутах ходьбы от вас. Ну, тогда встретимся у ворот. Ну, я же вам говорил, Машенька, у меня встреча с Эдуардом Романовичем. Она займет буквально минут пять. Вы меня к нему проведете? Ради бога. Тем более, что нам по дороге. Мне нужны кельки и высиделки. Они сейчас гуляют в парке. Вот и отлично. Тогда я выхожу из машины и иду к вам навстречу. Второй, как у тебя? Все чисто, все нормально. Хорошо. До связи. Молодец. Ильичка, а как вам удалось уболтать Германа? А это не я, это Машка. Его любовь нынешняя. А, она его любит? Ой, спросите у нее. Все, буду брать сотрудники интернатских. Кстати, у меня к вам деловое предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вы же любите петь? Больше всего на свете. Вот и будете заниматься своим собственным шоу-бизнесом. У вас будет свой продюсер, свой директор, своя фирма. Эдуард Романович, это же огромные деньги. А я их вам и не дарю. Я их вкладываю в проект, который будет приносить мне доход. Капиталист Аэльичка, обычный капиталист. Ну а если не будет приносить доход мое пение? Любая инвестиция – это риск. Но я рискую только деньгами. Впрочем, это пустой разговор. Я уверен. Удачи, проекты. Первый. Первый, первый, я второй. У нас гости, парочка у входа. Хорошо, понял. Девушка медсестра и с ней чужой. Проверяю. Занять позицию? Да нет, пока не надо. Ее я знаю, а он, судя по всему, ее знакомый. Пока не открывается. Понял. Это просто убийца с тумбочки можно. Я пою, и мне за это платят. Да я в любом случае буду всегда петь. Вы лучше, Эдуард Романович, эти деньги передайте детдому нашему. Мы там такое сделаем. Мы свой ласковый май организуем. Нет, так не будет. Я против любой благотворительности госучреждений. Вы будете распоряжаться частью своих доходов. Постепенно. О, вижу Машку на горизонте. И не одну. С новым знакомым. Зачем это она здесь же, Герман? Дело молодое. А у Германа семья, двое пацанов. Переживает. Роберт, прекратите. Здесь я еще на работе. И, кроме того, видите вон того мужчину? Тайный соперник. Вам он не соперник. А отчего же он к нам направляется? Ага, потому что он охранник. И у него даже есть пистолет. Он очень серьезный мужчина. Но мы с ним друзья, и я договорюсь. Ради нашего уикенда. Ну, я надеюсь, здесь больше нет вооруженных влюбленных? Что вы, клянусь. А то я уже, знаете, немножко начинаю ревновать. Ревновать. Герман, Герочка, знакомься. Это Роберт, мой старый друг. А у него встреча с Эдуардом Романовичем. А мне Кельке журнал передать. Встреча назначена? Ну, разумеет. Герман. На сегодня все встречи отменены. Вынужден вас обыскать? Я понимаю. Служба. Черт, еще один. Дура. Эля! 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 Эй! Кто-нибудь! Врача! Скорее, врача! Эля! Тут уже ничем не поможешь. Помоги подруге, она ранена. Эля! Эля! Миша, я пригласил тебя, чтобы написать новое завещание. А? Здесь хорошее снотворное. А если и плохое, и это касается в первую очередь. Итак, первое. Сто тысяч евро в семье Германа. Второе. Покажи бизнес-планшевого проекта. Вот экономическое обоснование, и здесь все финансовые расчеты. Утверждаю. Всю недвижимость, в том числе и за рубежом, а также машины, перепишешь на ее имя. Эдик, я надеюсь, ты понимаешь, что делаешь? Понимаю. Мой сын, в случае чего, автоматов передаст на благотворительность. Это ты так думаешь, или это его решение? Я не хочу, чтобы гость-чиновники меня обкрадывали. Даже на том свете этого не хочу. Даже если того света нет. В этом как раз. Я тебя понимаю. Добрый вечер. Марион, без стука. А я не к вам, Эдуард Романович. Теперь она пациентка, а вы обещали за ней ухаживать. А я ей не отказываюсь. Вот, вот, пожалуйста. Как она? Ничего. Пуля только кожа на голове задела. А рубашка, в которой она родилась, даже не затронута. Теперь она отдыхает, я ей дал снотворное. А мы тут вот с Мишей в морской бой играем. Вы только тихо, ей покой нужен. Ну, разумеется. Ну, если что, вы меня вызываете сразу, хорошо? Конечно, да. Как только, так сразу. Угу. Эдик, скажи, что мы будем делать с фондом твоего имени? Распорядитель она. Исполняющий директор ты. И не забудь о семье Германа. Получается, она единственная наследница? Мои жены предпочитали аборты. Миша, а или она, детдомовская ментальность. И если моему сыну потребуется помощь, она ему поможет. И только такому человеку я готов отдать всё. Это только потому, что она закрыла своим телом тебя от киллера? А ты его закрыл? Только безо всяких расчётов. Вот видишь, Миша, и петь мы с тобой не умеем. И разговоры у нас, сам знаешь какие. И подруги у нас одноразовые, как ручки и зажигалки дешёвые, чтоб терять было не жалко. А это? Многоразовая? Зажигалка не знает, одноразовая она или многоразовая. Это знает покупатель. И я, как профессиональный покупатель, знаю, что она не продаётся. Как и мой сын. Они другие, старик. Пока мы с тобой, Миша, делали бизнес, бизнес сделал нас. Поэтому, чтобы завтра утром новые документы были готовы. Как скажешь. Сорок девять. Сорок девять. Сорок девять. Здрасте. Вам кого? Наверное, тебя. Ты, Рома? Ну, Рома. Я от твоего папы. До свидания. Рома! Рома, открой, нам надо поговорить. Нам с ним говорить не о чем. Папочке передайте, пусть отстанет. Рома, я сама, он не просил. Пожалуйста, давай поговорим. Да не буду я с вами разговаривать. Рома, пусти меня, пожалуйста, я пить хочу. Колу попейте в киоске. У меня денег нет. Вынеси, пожалуйста, водички. Денег нет. А что же этот, жён-то своих, на голодном паке держит? Я не жена, я санитарка в больнице. Рома, это очень серьёзно, твой отец при смерти. Ну, а я здесь при чём? Ладно, проходите. А у тебя уютно. Хорошо так. Хоть мебелей мало, зато места много. Вы девушка из Чукотки? Почему? Из Сосновки. А это за Уралом? Да нет, это сто километров от Ранеевска. А, понятно. А Ранеевска-то где? Совсем тёмный. Вот пейте. Спасибо. Ну и что это за цирк? Зря вас отец послал. Мне с ним говорить не о чем. Рома, я тебе сейчас всё объясню. Дело в том, что он меня не посылал. Я сама тебя нашла по городской справке. Дело в том, что твой отец, Эдуард Романович… Я в курсе, что он Эдуард Романович. Да я не в этом смысле. В общем, он очень болен. И сейчас он написал своё завещание на меня, потому что, ну, неважно, почему. Я догадываюсь, почему. Нет. Ты сейчас глупость подумал. Просто я ему пела. Колыбельную. Да, откуда ты знаешь? Так я экстрасенс. А от меня-то чё нужно? Ты странный какой-то. Он хочет мне завещать все свои деньги. Надо, чтобы вы помирились. Потому что ты сын, ты его наследник. И вы пришли сюда, чтобы рассказать мне об этом? Да. Ага. Пришли, чтобы… Чтобы мне достались деньги, которые могут достаться вам? Да. Девушка, вы дура. Ну, некоторые так говорят. Рома, это же… Он же умирает. Вам надо помириться. Это сейчас главное. Потому что ты потом себе не простишь. Ну, поговори хотя бы с ним. Нет, я не верю. Неужели ещё существуют такие экземпляры? Вот так за здорово живёшь. Взять и отказаться от кучи денег в пользу совершенно незнакомого человека. Нет, я просто поражён. Так ты согласен? Нет. Этот разговор бесполезен. Хотя, девушка, вы меня очень потрясли. Простите, я сейчас занят. Слушай, прости, а у тебя нечего поесть? Сами мы не местные. Дайте поесть, а то переночевать негде. Мне есть где ночевать. Я сплю в больнице, когда ночь спокойная. Тем более, сейчас твоему отцу как раз легче. И, пожалуйста, не называй ты меня на «вы». Ладно. Есть колбаса, сыр, бутерброды. Угу. Сними ты эту шляпу. А мне не мешает. Тебя как звать-то? Эля. Эльвира. Эсмеральда. Шутишь? Нет, просто у мамочки был период, когда она гюго увлекалась. Мама филолог? Мамочка — это директор нашего детдома. Я детдомовская. А родители где? Ну, понимаешь, моя мама была из очень богатой семьи секретарей ЦК, а папа — простой рабочий. Слесарь. Вот, но очень красивый. А они полюбили друг друга и… Так как, где же они познакомились-то? Или графиня любила переодеваться в горничную? Да при чем здесь графиня? Ты мне не веришь? Что ты смеешься? Да не, я не смеюсь, это я так. Ну и что дальше-то было? Так вот, они полюбили друг друга, и родилась я. Но жестокие мамины родители не хотели ребенка от простого слесаря, и поэтому дедушка отдал мне на воспитание одной женщине. А потом перестройка, и она подбросила меня в туалете на вокзале. И родители меня потеряли. И вот. А сколько тебе было лет? Год примерно. Так ты же не можешь этого помнить. Так я это чувствую. А-а-а, ну понятно. Непонятно. Вот если бы у меня хоть кто-нибудь нашелся, хоть кто-нибудь, я бы на коленях стояла, я бы руки и ноги им целовала, а ты от отца отказываешься. Ну положим, это он от нас отказался. Ты не прав, он любит тебя. Он ночами не спит, он плачет и вспоминает. Ну ему действительно очень жаль, что так вышло. Кто плачет? Отец плачет? Ну это загнуло уже. Ладно. Попили, поели, поговорили. Пора на выход. Давай я со стола уберу. Я не инвалид, сам уберу. Эль, приятно было познакомиться. Может, я тебе пол помою? Зачем? Ну, мама придет, обрадуется. Мама умерла год назад. Горе-то какое. Эдуард Романович мне не говорил. А он и не знает. Как ты ему не сказал? А ему зачем? У него своих забот хватает. Актрисы, манекенщицы. Какое ему дело? Ну, как-то это не по-человечески. Да много ты знаешь. А он с нами по-человечески. А он что, он разве вам не помогал? Помогал. Только мы ничего не брали. Мама не хотела. Говорила, мы сами проживем без его денег. Гордая была. Да. Но он, он же сам теперь мучается, что так вышло. Рома, это же папа. Папа? Да? Сейчас, подожди. А вот это ты видела? Вот. Вот это. Вот он с актрисой. Вот. Вот он на презентации. Вот он с моделью. Ему неплохо жилось. А мама все это собирала. Разглядывала. У нее сердце болело. Ведь он, когда разбогател, променял на молодую, на куклу украшенную. А мама... Она красивая была. Надо уметь прощать, Рома. Надо прощать. Он ведь сам теперь жалеет, что так вышло. Он мучается. Ну да. Мучается. Надо ему помочь. Придумать себе сказочку про доброго папу. Как ты себе придумала про родителей, да? Ведь это же мать тебя в сортире оставила. Ну ты же не можешь этого не понимать. Ну что ты молчишь-то, а? Ну скажи, скажи. Ты ей тоже прощаешь? Да, прощаю. Да откуда ты взялась-то на мою голову, а? Да сними ты эту шапку. Я же говорил, у тебя что с головой? Откуда это? На папу твоего было покушение. И начальника его охраны убили. Германа. И собачку тоже. Жалко очень. Ну я пойду, мне пора, наверное. А с отцом что? А он... Ну он жив. Даже ходить начал, врач сказал, от стресса. Мне пора. Ну спасибо, колбаса очень вкусная была. Эй, сестра милосердия, подожди. Чё ты там про покушение говорила? Дядя Гера погиб? Герман, ты его знаешь? Знал? Ну, он заходил к нам иногда. Да. Завтра похороны. Ты придёшь? Может, приду. Ты чего? Голова что-то кружится. Голова кружится? Тебя проводить? Да, спасибо. Ну, держись. Угу. Нормально? Эдуард Романович, я хотела вам сказать, завтра на похороны Германа ваш Рома придёт. Не придёт. Не придёт. Придёт. Только вы постарайтесь, пожалуйста, всё не испортить, а то вы начнёте своим этим страшным голосом командовать, а он этого не любит. Ты что, в курсе, что он любит, что он не любит? Всё, я не буду ничего рассказывать. Больше не буду говорить. Вы с ним... Как бы вам это сказать? Вы просто встаньте перед ним на колени, и всё, и он вас простит, он сразу всё поймёт. И вы обниметесь, пойдёте вместе, всё просто... Что за бред? Ты что, кино, что ли, не смотрелось? Ну, Эдуард Романович, миленький, пожалуйста, послушайтесь меня. Он очень гордый. И одинокий. Как вы. И ещё. Что ещё? Он... он умный. И красивый. Красивый? Возможно. Но это... в маму. Она умерла, Эдуард Романович. Как умерла? Да нет, она же такая молодая. Ты ничего не путаешь? Год назад. Сердце. Да нет, она тоже так любых. ишко господин. И швы. Только последняя кровь. Соседа с больным. И швы. И швы. aunt use ẫn и швы. 遊戲 Не болезнь, уйди. И погаси свет. Иди, иди. Эдуард Романович, ваш Рома. Я ж говорила, придёт. Где? Где он? Да не кричите вы, вот он. Это он? Да. Взрослый мужчина, удивительно. Ну, что же ему всё двенадцать лет должно быть? Ну, идите к нему. Идите. Один. Рома. А ты что, не узнал? Честно сказать, не узнал бы. А ты нормально выглядишь, правда? Герман погиб. Тебя прикрывал. Спасибо, что пришёл. Мама его уважала. Мне Эля про маму рассказала. Я пойду. Подожди. Давай поговорим. А чё говорить-то? Ты выздоравливай. Мне ещё на работу. Рома, сынок, я виноват перед тобой. Перед мамой. Прости меня, сын. Ты чего? Прости. Вставай, вставай. Ты чё, чё с тобой, пап? Вставай. Не надо, мне сын поможет. Вставай. Ну, осторожно. Спасибо. Вставай, пап. Осторожно. Я помогу, пап. Я помогу. Я понимаю, ты всё это время нуждался в помощи. Ты зря так думаешь. Я вполне самостоятельный человек. Учусь, работаю. Через полгода на повышение пойду. Молодец. Я тобой горжусь. Честно говоря, не ожидал. А чё ты ожидал-то, что я сопьюсь? Да что ты кипятишься, Рома? Просто я думаю, что хорошо бы заняться, ну, серьёзным делом. Понимаешь, у меня тут намечается музыкальный проект. Есть молодая певица с непростой судьбой. Не-не-не, я попсу не люблю, и у них же ни слуха, ни голоса. Да подожди. Я думаю, что она тебе понравится. Чё-то ты темнишь, пап. А ты про кого? Про Элю. Элю? Будешь работать с ней? Эля? А при чём здесь Эля? Неужели она тебе ничего не рассказала? Вот Штирлиц в юбке, а не девка. Поёт она. Хорошо поёт. Надо её раскручивать. Нет, будем мучить. Всё как… И про то, что она мне жизнь спасла, тоже не поведала? Нет. Спасла? А как? Мужчины? Давай помогу. Кушать? Подано. Отлично, садись с нами. Так, давай. Аккуратно. Я пойду, у меня там ещё дела кое-какие есть. А вам поговорить, наверное, ещё надо. Да? Мы с отцом ещё наговоримся. Давай, поужинаешь с нами. Я не хочу вам мешать. Эля! 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 А чё это с ней? Смотрю на неё и удивляюсь. Неужели такие ещё есть? Да. Я тоже смотрю. А чё смотреть-то? Жениться надо. Бери в охапку и женись. Как-никак, богатая невеста. Так, ты не командуй. Я сам разберусь. Ну, хорошо. Эль, подожди. Я всё равно не понимаю, зачем тебе уезжать? Ну, понимаешь, Маш, я какая-то лишняя для них. Ну, встретились эти отец с сыном, ну и слава богу. А я зачем? Что, дура, да? Ну, некоторые так говорят. Машунь, я тебя очень прошу. Ты попроси, Мария Ивановна, чтобы мне выдали. Мне за три недели полагается и денежку. Ну, глупость ты делаешь. Хотя, может, ты и права. Может, мы все глупости делаем каждый день. А бог нас за это и наказывает. Прости меня, Господи. Прости, прости меня, Господи. Это я виновата. Машенька, Машонечка, ну, пожалуйста. Прости, я понимаю, тебе сейчас тяжело, а я тут со своими проблемами. Ну, пожалуйста, поговори с Мария Ивановна, чтобы мне денежку. Я боюсь сама с Мария Ивановной говорить. О чем это ты боишься со мной говорить? Ой. А куда это ты собралась на ночь глядя? А, пф, Мария Ивановна, мне очень надо домой съездить. Что это ты надумала, а? На ночь глядя? И потом, на кого я больного оставлю? А, а он уже чувствует себя хорошо. Да и сын с ним целый день смеются, радуются. А я ей не нужна. Нет, мне показалось, что ты им теперь обоим нужна. Эль, я, кстати, тоже заметила, сын Эдуарда Романовича к тебе ну так неровно дышит. Эль, ну чего тебе еще надо-то, а? Ну чего ты мечешься? Ну чего тебе не хватает? Ну, как вам сказать? Я не хочу… Я не хочу, чтобы думали, что я с ними из-за денег. Мне не нужны эти деньги. И вообще, я, кажется, влюбилась. И даже если не дадите денег, я все равно уеду. Эля, подожди! Эй, эй! Вот глупенькая. А я чуть не поняла, в кого она влюбилась. По-моему, в обоих. Привет! О, привет, подруга! Как дела? К нам в бизнес не надумала? Не надумала. Я домой еду. Всю ночь на вокзале просидела. Через полчаса поезд подадут. Ну, садись, пообщаемся. Хочешь сигаретку? Не курю. Правильно, курить вредно. Ну, рассказывай, где ты была? Я в клинике санитаркой работала. Слушай, а тебя ведь искали. Точно, объявление давали. По радио. Ошибка какая-то. Никто меня не ищет. Ну, ладно. Рассказывай, как докатилась. Да, работай такой. Можно? Да, давай идите. Доброе утро, Эдуард Романович. Пора за процедурки приниматься. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, здравствуйте. Где Эля? Куда это она с утра ускакала? Вот так вот удобно? Да. Так Эля уехала? Что значит уехала? Куда уехала? Да не знаю. Вечером ещё вчера сказала домой. Ничего не понимаю. Дайте-ка мне телефон. Рома, это папа. Да, нормально. Слушай, тебе Эля не звонила? Нет? Она уехала? Откуда я знаю? И тут он встал перед ним на колени, они обнялись и помирились. Да, шикарная история. Только вот про миллионера как-то нежизненно. В следующий раз рассказывай, что он просто, ну, директор фирмы. Ты мне не веришь? Да верю, конечно. Я вообще девушка доверчивая. Да нет, это правда. Да ладно. Миллионер тебе такие бабки оставил. А ты отказалась. Ладно, поезды уже подали. Счастлива тебе. Ну пока, рассказчица. Как это произошло? Что я могла сделать? Девочка хотела домой, но не силы же ее удерживать. Мне надо докладывать. Здесь я решаю. У меня невестка пропала, ты понимаешь? Папа. Хорошо, хорошо, сам решай. Ну откуда же я могла знать, что она невестка? Маша, куда она могла уехать? Где этот деддом или как его, интернат? Не знаю, где-то в России. Ну понятно, что не в Африке. Сосновка. Точно. Сосновка какая-то, она мне сама говорила. А, сейчас этих сосновок в каждом районе по Сосновке. Сто километров от… Как он? От Урюпинска, нет. От Ранеевска. Точно? Да. Ну это уже неплохо. Будем искать по карте, тащите карту. Ну чего стоите? Спасибо. Внимание! Гражданка Элена Зёнова. Вас разыскивает администрация конкурса «Сосновные войны». Увидительная просьба позвоните. Телефон находится в правильном бюро вокзала. Повторяю. Тебя ищут! Тебя ищут! Да выходи! Тебя ищут. Тебя ищут. Тебя ищут! Тебя ищут! Тебя ищут! Ты решила? Я уезжаю. Девушка, что у вас с головой? Эля. Останься. Я же знаю, ты не хочешь уезжать. Ты себе этого никогда не простишь. Да. Не уезжай. Девушка, вы едете или нет? Я остаюсь. Меня нашла моя семья. Я посвящаю эту песню своему мужу, отцу и всем своим друзьям. Звезда глядит в твоё окно, она светла и одинока. И смотрит, будто бы кино, всю жизнь твою в проёме окон. И видит детскую печаль, и видит взрослую надежду. И луч коснётся невзначай твоей изношенной одежды. И все надежды не напрасны, Пока она глядит сюда. Смешная, глупая, прекрасная, твоя заветная. 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 Всевышная, глупая, прекрасная, твоя заветная. Звезда моя-пParcella,69-60-60-15ая, зверkhная, прекрасная, твоя заветная. И кто услышит эту песню? Тот за звездой своей пойдёт. И кто услышит эту песню, Тот за звездой своей пойдёт. За звездой пойдёт.